Валерия Белоус 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 история непосредственно, она такая международная, и она просто требует этого. Ну, тем более, скажем так, в процессе подготовки к этому фильму мы плотно общаемся с французскими журналистами, они довольно много интересной информации нам дают. И, кстати, мы подружились, ну, буквально месяц назад с Анатолием Фетисом, это первый командир Нормандии Неман, который базировался в Галенках, и человек, который возглавляет сейчас сообщество ветеранов Нормандии Неман. Вот мы практически каждый день переписываемся и интегрируемся в события друг друга. Я думаю, что они тоже примут непосредственное участие в нашем фильме. И 11-го числа часть, скажем, нашей группы по возвращению в Москву поедет, я думаю, в Тулу, где будет праздноваться юбилей одного из ветеранов Нормандии Немана, ну, уже, к сожалению, ушедшего. Там будет мемориальная доска на его доме. Это очень интересный человек. В кинофильме Нормандии Неман его играл Николай Рыбников, вот, а французы звали его капитан Татьяна. Вот, и даже песня такая есть, он постоянно пел песню Татьяны в этом фильме. То есть, я думаю, что мы инсталлируем и это в наших мероприятиях. То есть, молодые люди будут петь, в том числе, и эту песню. В течение какого срока вы собираетесь реализовать этот проект? Когда вы планируете его завершить? И вот я понимаю, что сейчас вы находитесь в Владивостоке, но буквально через несколько дней уедете в Тулу, да, вы сказали. Когда вы сюда вернетесь? Вот расскажите сначала о сроках, а потом продолжите. Ну, проект начался, собственно, 12 января, первый рабочий день этого года. И как раз буквально на второй рабочий день я уже пошла в администрацию города Владивостока, в отдел образования, то есть, где была поддержана, естественно, вот эта образовательная часть. Ребята здесь находятся группами и приезжают, скажем так, сменяя друг друга. То есть, понятно, что они не могут здесь постоянно находиться, но тем не менее процесс идет, и наши школьные мероприятия, они уже начались. Основные мероприятия Open Air, они будут, конечно, 8 и 9 мая. То есть, мы откроемся на нескольких точках. Это Корабельная набережная, скверы Минисуханово и через дорогу пекарни у Мишеля мы планируем. То есть, как раз там будут театрализованные представления, будут актеры нашей местной форме французских летчиков разного ранга, будут наши актеры одеты в военную форму 43-44 годов, офицеры, рядовые и так далее. И, собственно, будет танцевальный флешмоб, когда вот люди в военной форме будут танцевать под музыку тех лет. То есть, это такие довоенные скверы, их вариант. И в эти, скажем так, мероприятия также будет как раз вплетена игра Street Adventure. А вообще проект, он продлится, я думаю, до конца лета, потому что в рамках у нас планируется музыкальный сквер, который сейчас тоже администрация города Владивостока нам помогает, скажем так, сделать. Вот меня пригласили на комиссию по топонимике. И я думаю, что мы объявим международный конкурс на проект мемориала этого сквера, посвященного как раз вот этой истории и Нормандии. И где-то к концу лета, я так думаю, что мы реализуем и этот проект. И все. То есть, этот проект будет завершен в этом году и больше повторяться не будет. Егор, а вы когда собираетесь к нам вернуться после отъезда? Я даже готов остаться здесь, потому что мне здесь очень нравится. Вот. Я думаю, что в апреле мы, конечно же, вернемся сюда за пару недель, наверное, до празднования 9 мая. Вот. Поэтому в конце апреля будем здесь. Как вы вообще давно занимаетесь режиссурой? И почему решили именно этому посвятить свою жизнь? Вы знаете, наверное... Наверное, это такая профессия, ну, которой нельзя там начать заниматься. Это профессия, которой ты, наверное, занимаешься всю жизнь. И какие-то первоначальные такие моменты ты сеешь в своем детстве, конечно же. Дело в том, что я вырос в актерской семье. У меня отец актер, бабушка моя, народная актриса Галина Клементьевна Макарова. Вот. И я, собственно говоря, рос в этой среде. Поэтому, наверное, с самого детства. Я знаю, что вы родились в Минске. Как давно вообще перебрались в Москву? И почему решили добиваться успеха именно в столице российской? Ну, дело в том, что пришлось, как это говорится, из одной столицы переехать в другую. Вот. Я с детства, собственно говоря, постоянно пребывал в Москве. Поскольку вообще бабушка моя, она из Москвы. Она потом впоследствии переехала уже. Нет, ну, она родилась в Белоруссии. Потом уже какое-то время провела в Москве. Потом вернулась. Поэтому это мой второй родной город. И я не чувствую, что я куда-то там переехал. Тем более от Минска до Москвы всего 700 километров. Я не разделяю границы. Вот смотрите, бывают такие ситуации, что люди добиваются какого-то успеха и в провинциальных городах. Но, как правило, это какие-то такие незначительные случаи. И вот так сходу их даже не вспомнишь. И для того, чтобы их заметили, талант, для того, чтобы их оценили, люди предпочитают из маленьких городов перебираться в большие, как правило, столичные города. Вот как вы считаете, для того, чтобы людей замечали, обязательно ли осуществлять вот этот переезд, либо их могут заметить и во Владивостоке? Ну, как говорится, все познается в сравнении. То есть я сам не из маленького города переехал, а все-таки из столицы Беларуси. Вот, поэтому, мне кажется, знаете, успех, во-первых, понятие в принципе относительное. Вот, а талант, он всегда найдет себе место, где бы он ни был посеян. Ну, то есть это не зависит, маленький это городок, или это там большой город, или это там провинциальная деревня. Я считаю, что не имеет никакого значения. Ебор, расскажите о своем творчестве. Какие проекты вы считаете успешными, которые вы уже осуществили? И вообще, вот где в последнее время вы были задействованы? Ну, я хотел бы сейчас рассказать, как это у киношников правильно говорить, не о последнем, а о крайнем проекте. Это проект «Новая жена». Там я выступал в качестве не режиссера-постановщика, а режиссера-монтажа. Там была крайне интересная история. Я не мог не согласиться участвовать в ней. Почему? Потому что мы работали с прекрасным режиссером-постановщиком Олегом Фоминым. Это новая его работа. Скоро она выйдет на Первом канале. Это очень интересная семейная история. У нас снимаются прекрасные актеры. Михаил Ефремов, Алена Бабенко. Инга Болдина. Это вот один из последних проектов, крайних проектов, которым я занимался. А на самом деле их очень много. О них можно разговаривать бесконечно. Кино — это бесконечная, в принципе, тема. Но вот этот я хотел бы особенно отметить. Как вообще развивается киноискусство? Есть ли какие-то рывки, либо, может быть, новые направления, которые актеры открывают внезапно? Оно, безусловно, развивается. Искусство не может стоять на месте. Конечно, существуют определенные проблемы и в нашей киноиндустрии. Но я надеюсь, что они со временем будут решаться. Но, в общем, кино не стоит на месте. Наверняка от каждого проекта вы берете где-то по чуть-чуть, где-то еще больше. Новые знания получаете. Вот от проекта Анны Марианны. Какие вы испытываете эмоции? И вообще, что для вас значит этот проект? Ну, во-первых, каждый проект, каждый кинопроект это отдельная глава в жизни человека, который связан с киноискусством. Почему? Потому что это новые знакомства, это новые знания, которые ты приобретаешь, это образы, которые ты приобретаешь. И, собственно говоря, я вот рад, что благодаря этому проекту мы, еще раз повторюсь, с Александрой Георгиевной познакомились. Я рад, что я могу сейчас заниматься изучением истории подразделения «Нормандия-Неман». Почему? Потому что это действительно уникальная история. Она связывает это. Ну, там очень высокие вещи поднимаются. Вот. Поэтому Анна Марианна – это проект, от которого нельзя было отказываться. И я рад, что мы им занимаемся сейчас. Александра, расскажите о других участниках этого проекта. Ну, это креативные участники проекта. Продюсерский центр «Доктор Чехов» и его директор Борис Филяев. Он сейчас тоже находится в Владивостоке, отъезжает в находку в настоящий момент и завтра возвращается. Мы продолжаем работу до отлета нашей концертной, нашей творческой группы. Еще есть Дмитрий Рубежин, который, к сожалению, в первый же день перелета в Владивосток сломал здесь ногу. На наших… Как так получилось, в общем? Волшебным образом, на ровном месте, где-то вот он нашел себя напротив… Как говорится, искусство требует жертв. По дороге во Владивосток из аэропорта или как? Нет, нет, нет. Это я ребят везла в гостиницу, была очень чудная погода, пробки. Они решили прогуляться, насладиться видом вечернего Владивостока. Вот. И, видимо, где-то что-то в темноте не высмотрели. Вот. Поэтому, когда через пять минут я уже довольно далеко отъехала, они мне позвонили. У меня случился просто форс-мажор. Я даже забыла, как в скорую звонить от растерянности. Вот. Ну, в общем, вот. Возвращаюсь. Дмитрий лежит на земле. Вот. Несчастный. С ногой привязанный к щетке для чистки автомобиля. Ну, ничего. В общем, я не зря сказал, что это прямо отдельная глава, потому что вы видите, сколько событий происходит. Да. То есть мы практически уже начали снимать фильм о фильме или фильм о проекте вот с таких забавных, нетривиальных кадров. Вот. И, собственно, есть те люди, единомышленники, которые поддерживают нас энергетически, организационно. И будем надеяться, что появятся эти люди, которые, естественно, включатся в этот проект и финансово. Потому что, ну, скажем, такие глобальные проекты, это, естественно, простор для продвижения компании. Потому что проект не ограничивается региональными рамками. Да. Он выходит на Россию, выходит за пределы. И вот сегодня мы встречались еще раз с интересными ребятами. Ну, собственно, мы и раньше были с ними знакомы. Это Патриот Приморья, такое сообщество. То есть мы интегрируем в свой проект ряд их проектов. И, возможно, мы представим, скажем так, выставки наших художников, посвященных проекту и 70-летию Великой Отечественной войны за пределами России, например, во Франции. Ну, что будет, я думаю, тоже очень интересно. И французские художники будут писать для нашего проекта. Егор, а как произошло ваше знакомство с Владивостоком? Вы вроде здесь не в первый раз. Вот когда вы приезжали к нам уже и с какой целью? Вы знаете, дело в том, что снимали короткометражный фильм под названием «Кот и клевер». Так это у нас было здесь? Вы знаете, дело в том, что съемки проходили в городе Находка. Ну, то есть это, можно сказать, практически Владивосток. Я просто смотрела, это, по-моему, ваша одна из первых, да, работ режиссерских? Нет, вы знаете, на самом деле, это не одна из первых работ режиссерских. Мы ее снимали как семейную зарисовку и как продвижение одного, значит, из местных. Есть такое заведение «Кот и клевер» в городе Находка. Да, и у нас, да, это такой очень музыкальный клуб, творческое заведение. И, собственно говоря, родилась эта идея сделать что-то интересное. Но я могу сказать, что мы не ограничились на этом короткометражном фильме. Сейчас мы ведем активную подготовку и эту семейную зарисовку, которую мы сняли, мы хотим сделать полнометражный фильм из нее. Ну, можно сказать, я думаю, что там очень интересный снимается с одной стороны актер, да? Да, дело в том, что там у нас был прекрасный кастинг, у нас снималась актриса театра МХТ имени Чехова Кристина Бабушкина. Там снимался один из голливудских актеров, единственный, в принципе, наш русский актер, который, так сказать, закрепился не только на спортивном помосте, но и в Голливуде. Это Олег Токтаров. Там снимался прекрасный актер Фисенко Олег. Александр Фисенко, простите, пожалуйста. Олег Токтаров, Александр Фисенко. Вот театр «Табакерка» он представляет. Интересная семейная зарисовка у нас получилась. Я вот надеюсь, что очень скоро мы сделаем из этого большой проект. И вот тогда вы из Находки приехали во Владивосток, да? Собственно говоря, да. Мы первым делом приехали в Находку. И я очень сожалел о том, что путь из аэропорта в Находку, он не пролегает через город Владивосток. И первая моя поездка... У меня такое дикое желание появилось, ну, как-то побывать в Владивостоке, посмотреть ваш прекрасный город. И, собственно говоря, во второй приезд уже вот мы и познакомились с Александрой Георгиевной. И вот у нас родился новый проект. А как давно это было? Несколько лет назад? Это было в прошлом году. Буквально это было, по-моему, год назад это было. Ну, идея родилась чуть раньше, это где-то, наверное, года там полтора-два назад. Вот. А первое посещение города Находки – это вот год назад. А ваше впечатление от Владивостока? Что вам удалось посмотреть и чем вам он запомнился? Вы знаете, я теперь питаюсь вообще сугубо одними гребешками. К сожалению, они втридорого стоят у нас в столице, в нашей городе Москва. То есть, как мы человеку усложнили жизнь. Поэтому я каждый раз рвусь сюда, просто попробую, эти гребешки прекрасные. Ну, морепродуктами, да, действительно славится Владивосток. Но отмечают, что рыба у нас, кстати, дороже стоит, чем вот в Москве. Но зато она у нас настоящая. И, кстати, я не соглашусь, мне кажется, что это не совсем так. Я обязательно, кстати, буду обращать на это внимание. Но, конечно же, морепродукты – это не главное. Вы знаете, главное, на самом деле, это та ментальность, с которой мне очень нравятся люди, с которыми я здесь знакомлюсь. Какое-то общение, оно выстраивается очень приятное, духовное. И сам город, правда, прекрасен. Каждый раз, проезжая по вашим прекрасным мостам, каждый раз я фотографирую. Хотя я уже 10 раз проезжал, у меня там целая коллекция фотографий, но я каждый раз это делаю. Отлично. Ждем тогда от вас новостей. Я желаю вам удачи. Завершайте свой проект. Скорее бы уже посмотреть этот фильм, увидеть результаты вашей работы. Спасибо вам. Приходите к нам еще. А это была программа «Время говорить». В студии работала Валерия Белоус. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова